Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход», и сегодня мы будем читать 27 главу этой книги. Она начинается словами «И сделай жертвенник из дерева сетим длиною пяти локтей и шириною пяти локтей, так, чтобы он был четырехугольный и вышиною трех локтей». Сначала прочитаем комментарий Беды Достопочтенного, который пишет. «Действительно, в храме имелось два жертвенника, означающие два завета в церкви, то есть Ветхий и Новый Завет. Первый жертвенник всесожжения, сделанный из меди, был расположен перед входом в храм для приношения и заклания жертв, что указывает на плотских служителей Ветхого Завета. Далее был утвержден жертвенник, покрытый золотом возле входа во святая святых. Святая святых символизировали собою небо для воскурения фимиама, что означает большую глубину, совершенство и благодать Нового Завета и служителей Христа». Здесь мы видим указание на то, что надо использовать дерево сетим. Дерево сетим – это акация. А почему именно это дерево рекомендуется, и мы ранее об этом тоже читали? Потому что это очень твердое было дерево, и в нем не заводились черви. То есть только тот человек, который будет тверд в своих вероубеждениях, тогда в нем не заведутся черви, то есть грехи, пороки и беззакония. Как это взаимосвязано? Мы живем так, как мы верим, и верим так, как мы живем. Если взять само еврейское слово «жертвенник», «мисбаях», то еще древние обратили внимание на то, что это слово состоит из букв, которые могут на что-то указывать. Например, первая буква «мэм» может указывать на слово «михила». «Михила» – это прощение. Следующая буква «заин» может указывать на слово «зхуд», то есть заслуги. Буква «бэйт» может указывать на слово «браха», то есть благословение. И буква «хэт» – «хаим», указывает на слово «хаим», то есть жизнь. Таким образом, через «жертвенник», а для христиан «жертвенник», на котором была принесена самая совершенная жертва – это крест Господен. Этот «жертвенник» является источником прощения, заслуг, потому что заслугами Христа мы переживаем прощение. Крест является источником браха благословений и источником хаим жизни. Это действительно так, и мы прославляем Христа как того, который являет нам все эти подлинные Божьи благословения. «И сделай жертвенник из дерева сетим длиною пяти локтей и шириною пяти локтей, так, чтобы он был четырехугольный и вышиной трех локтей». Ну, число пять, как мы уже касались этого, указывает на пять ран Христа, а вышина – три локтя, указывает на Святую Троицу. Четырехугольная форма может указывать на четырех евангелистов. Так, в понимании древних отцов, рай, который омывался четырьмя реками, – это душа спасенного человека, который омывается словами четырех евангелистов. А в то же время четырехугольная форма означала обращенность на четыре стороны света, потому что на жертвенники приносили жертвы не только за еврейский народ и за всех людей. «И сделай роги на четырех углах его, то есть жертвенника, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью». Известный Иосиф Флавий описывает эти роги на жертвеннике. Он свидетельствует, что они были похожи на роги животных. Ну, что-то типа бараньих рогов. И любой человек, которому угрожала смерть, он мог подбежать к жертвеннику и схватиться за эти роги. И его не могли взять даже на казнь, пока священники не решали вопрос с этим человеком. «И обложи его медью, то есть придай ему еще большую твердость, потому что само дерево сетим, акация, уже твердое дерево, а обложить медью, придать еще большую твердость. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди, и сделай на сетке на четырех углах ее четыре кольца медных». Решетку помещалась в центре похожего на ящик жертвенника, поскольку сильный жар от огня, возникающий в верхней части жертвенника, в конце концов, способен разрушить его. Видимо, был изготовлен полый жертвенник, который перед употреблением наполнялся землей. Вот такое объяснение предлагают комментаторы. Далее. «И положи ее, то есть эту решетку, по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника, и сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева сетим, и обложи их медью. И вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его». Шесты использовались и при переноске двух жертвенников, и при переноске ковчега завета, и не каждый человек мог носить эти святыни, поднимать святыни с помощью шестов, только те, которые были священниками или из Калина Левина. То есть это не обязательно делали священники, потому что священники, они все из Калина Левина, но они еще и потомки Аруна. А были просто левиты, вот они помогали переносить все эти святыни. Они были потомки Леви, но не были потомками Аруна. «И далее сделай его пустой внутри, дощатый». Это жертвенники. «Как показано тебе на горе, так пусть сделают». То есть все, что Бог говорил Моисею, Он показывал ему некие образы. Или небесного святилища, есть такое объяснение, или просто Господь показывал ему, как это должно выглядеть, мановением некого видения или образа. «Сделай двор скини с полуденной стороны, к югу завесы для двора, должны быть из крученного весона, длиной во сто локтей, по одной стороне». Крученный весон указывает на единство народа Божия или на единство народа Божия и тех небесных заповедей, которые не спосылаются для него. Столпов для них двадцать, и подножий для них двадцать, медных, крючки у столбов, и связи на них из серебра». Серебро указывает на чистоту Слова Божия. «Также и вдоль, по северной стороне, завесы ста локтей длиною, столбов для них двадцать, и подножий для них двадцать, медных, крючки у столбов, и связи на них из серебра». Ширину же двора западной стороны завесы пятьдесят локтей и столбов, для них десять, и подножий к ним десять. Здесь мы видим, что завесы пятьдесят локтей, а столбов для них, чтобы эти завесы укреплять, десять, и подножий к ним десять. Число пятьдесят, как мы видим у беды достопочтенного, указывает на дары Святого Духа, которые снизошли на апостола в день Святой Пятидесятницы, а число десять указывает на праведность, ибо это число заповедей Божьих. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы пятьдесят локтей к одной стороне, завесы в пятнадцать локтей, столбов для них три, и подножий для них три. Число пятнадцать не имеет четкого объяснения, но мы можем предложить такое истолкование. Число пятнадцать – это три по пять. То есть пять ран Христа, умноженные на три. Пять ран Христа – это жертва Христа. Но Христос умирает по воле Отца Небесного, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, сказано. Он умирает и по своей собственной воле, и его подвиг голгофский усвояется нам действием Святаго Духа. Таким образом, то, что совершилось на Голгофе, это было действие всех лиц Святой Троицы. По воле Отца действие Сына усвояется нам действием Духа Святаго. Можно попытаться так объяснить число пятнадцать, соединенное с числом три в четырнадцатом стихе двадцать седьмой главы. И к другой стороне завесы в пятнадцать локтей, столбов для них три и подножий для них три. А для ворот двора завеса в двадцать локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и скрученного весона узорчатой работы. Столбов для нее четыре и подножий к ним четыре. Двадцать – это десять плюс десять, что может указывать на ветхозаветное понимание закона Божия и на новозаветное понимание закона Божия. И мы помним, что Христос раскрывал духовные значения каждой заповеди. Например, сказано «не убей», а Христос говорит «даже не гневайся» и так далее. А завесы в соединении голубого цвета, пурпурового и червленого – это то, что страдания Христа совершались по воле небес. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра, то есть все соединяется Словом Божьим. Серебро указывает на белый цвет, чистоту библейского откровения. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Медь – это указание на огонь, то есть верующим предстоит претерпевать за свои вероубеждения разные трудности. Длина двора сто локтей. Сто локтей – это век человеческой жизни, а ширина по всему протяжению 50. 50 – это жизнь, которая может состояться в благодати Духа Святаго. Высота пять локтей. Мы возвышаемся заслугами Христа. Завесы из крученного весона. Это мы уже обсуждали. А подножие у столбов из меди. То есть без претерпевания страданий мы не можем усовершенствоваться. Все принадлежности скини для всякого употребления в ней, все коле ее и все коле двора из меди. И вели сыном Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. Вот этот призыв, чтобы светильник горел во всякое время, масло указывает на помазание от Святаго Духа. А горение во всякое время, ну, как и у апостола Павла сказано, Духа не угошайте. Ни днем, ни ночью имеется в виду. В скине собрания, вне завесы, который перед Ковчегом, откровение, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. То есть задача священнослужителей воспламенять огонь веры в сердцах верующих людей. И мы воспламеняем огонь веры в сердцах верующих людей, когда проповедуем не свою эрудицию, не какую-то философию, а именно истины библейского откровения. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели 27 главу. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 28 главу. Подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на нашем сайте.